Продлить карантин до конца года. Такое предложение будет выдвигать Министерство здравоохранения Украины завтра на заседании правительства. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Лешко. Он отметил, что ситуация с ростом уровня заболеваемости COVID-19 и количеством госпитализации угрожающая. Кроме этого, украинским вузам предложат перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом из общежитий студентов, кроме сирот и лиц из временно оккупированных территорий. Заполняемость больниц в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей превышает 90%. В этом сообщает в Минздраве. В ведомстве планируют увеличить число коек для лечения больных COVID-19 до 51 тысячи по всей стране. Кроме этого, в Мариуполе, Киеве и Одессе планируется развернуть дополнительные госпитали на случай перегрузки опорных больниц. В Донецкой области только за минувшие сутки выявили 262 новых случаев заражения коронавирусом. В Луганской области 26 инфицированных. В целом по Украине за минувшие сутки выявили 5133 новых случаев COVID-19. А общее число заболевших превысило 270 тысяч человек. Более 180 стран присоединились к программе Всемирной организации здравоохранения на получение вакцины от COVID-19. В программе предусмотрено, что когда в мире будет произведен эффективный препарат от коронавируса, 2 миллиарда его доз равномерно распределят между этими странами. В программе участвует и Украина. Тем временем количество заболевших в мире превысило 38 миллионов человек. Более миллиона умерли. А в Нидерландах впервые зафиксировали смерть от повторного заражения коронавирусом. У нас есть около 40 вакцин-кандидатов. Из них 10 начали последнюю третью фазу испытаний, которая заключается в оценке эффективности и безопасности. Самое раннее, когда мы можем подать данные регуляторам, это декабрь 2020-го, начало 2021-го года. На Донбассе снова стреляют. Один раз после полуночи незаконное вооруженное формирование нарушали режим тишины. Под гранатометным обстрелом оказались украинские позиции. Возле Зайцева семь раз открывали огонь за минувшие сутки. Возле Авдеевки и Майорска стреляли из танковых гранатометов и стрелкового оружия. Пулеметным огнем провоцировали наших защитников вблизи Новолуганского и Орехова. Потерь в рядах украинской армии нет. Коллажи в видео и авторские тексты о последствиях вооруженных конфликтов представили в столице. Более 40 работ создали художники вместе с молодежью Украины и России. Предварительно участники проекта обсуждали ситуацию на Донбассе и негативные последствия войн в целом. После длительных дискуссий перенесли свою боль и переживания, которые ассоциируются с военными конфликтами на арт-объекты. До 15 января продлил арест крымским татарам российский суд. Трех фигурантов дела Хизбут-Тахрира ставили под стражей еще на три месяца, невзирая на представленные защитой данные о наличии постоянной работы о малолетних детях. Кроме того, один из подсудимых нуждается в операции. Содержание под стражей усугубляет его состояние. Ризу Энвера Амеровых и Айдера Джапарова задержали 10 июня 2019 года в Крыму. Мужчин обвиняют в участии в незаконной в России организации Хизбут-Тахрир. Правозащитники считают это политическими репрессиями. Число жертв среди мирного населения в оккупированном Нагорном Карабахе возросло до 31. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян. Вместе с тем армянская сторона отчиталась о еще 96 погибших военнослужащих. Общее число потерь армянских войск, по данным властей, 525 человек. Азербайджан свои боевые потери не раскрывает. Сегодня с самого утра Баку заявил, что вооруженные силы Армении открыли огонь по прилегающим к линии боевого соприкосновения районам. Проверь слух бесплатно. Четвертую неделю по городам Украины курсирует кабинет на колесах. В рамках всеукраинской акции «Почувствуй» проехали уже 11 городов, где люди смогли бесплатно пройти обследование у опытных специалистов. У каждого пятого по статистике врачи выявили нарушение слуха. Говорят, в большинстве случаев глухоту можно предотвратить, если вовремя поставить диагноз. Говорят, кабинет на колесах – это специально обладнанный обладнанием, аудеометричный автомобиль с учебным профессором, который сейчас начинает первый этап проекта. За три месяца объедет 31 место Украины, чтобы проверять слух всем охотным людям веком от 7 до 55 лет. Вы решили прийти, потому что, как для молодой люди, нужно обязательно проверить слух, чтобы знать, чи идеальный слух, чи, возможно, что-то на ранних стадиях нужно будет выявиться, то сразу и лековать, и, соответственно, занять все. Семь учебных планов вместо одного. Такой выбор для школ предусматривают новые госстандарты базового образования. Первопроходцами станут учащиеся пятых классов, которые закончат начальную школу в 2022 году. Какие возможности открываются для детей, учителей и родителей, узнавала Инесса Занина. Развитие критического и творческого мышления – нестандартный подход к образованию. Украинские школы и саму систему обучения реформируют. На очереди пятые классы. Через два года директора школ вместе с родителями смогут выбирать оптимальный базовый учебный план. На выбор семь вариантов. Если школа будет иметь натхнение выбрать одну из модельных программ, типовую освитнюю программу, она просто ее использует в своем, как основа для своей освитной программы. Если школа будет иметь желание создать свою авторскую освитнюю программу, ей необходимо подать эту программу до Державной службы якости освітики. Дочь Светланы в 2022-м пойдет в пятый класс гимназии экологии и культуры. Там, говорит мама, своя программа обучения. Сегодня сделали новую программу, новое введение с первого по четвертый класс. Это замечательно. И всем это нравится. Детки безумно довольны. И это легче. Это видно. Уже результат. И то, что ввели логическое продолжение с пятого по девятый класс, это тоже как бы есть этому логика. Над стандартами базового образования ученые и педагоги работали четыре года. Найбільше изменений будет для вчителей. Потому что это очень непросто. И будет очень... Этот документ будет требовать новых знаний от вчителей. То есть мы должны научить вчителей использовать этот документ, который позволяет расширить их академическую свободу. Но академической свободой нужно использовать. Новые госстандарты, говорят, Минобразование не догма. Они дают возможность педагогам использовать авторские программы в обучении детей. А школьникам выбирать предметы, которые максимально раскроют их потенциал. Инесса Занина, Сергей Савченко, Киев, твой дом. Кто круче? Боксер или теннисист? Проверить это решила первая ракетка Украины, обладатель семи титулов Ассоциации теннисистов. Сергей Стаховский и супертяж Владислав Сиренко. На его счету 14 побед. На профессиональном ринге из них 13 нокаутом. Спортсмены обменялись мастер-классами на ринге и теннисном корте. Кто быстрее освоил новый вид спорта, знает Елена Дедух. Начинается необычный спортивный батл на территории Влада Сиренко с обычной разминки боксера. Мы переносим вес с рогинами, уклоняем вес тела здесь. Немножко скручиваем корпус, поворачиваемся еще здесь. Удача. Летит удар. Дальше тейпирование рук и занятие в боксерских перчатках. Перед работой на лапах теннисист заметно нервничает. А можно потом наложить звук его на мою удар? В очном противостоянии боксер защищается, а теннисист отрабатывает на нем удары. Потом предлагает побоксировать на груши. Сиренко признает, больше всего боялся травмировать первую ракетку Украины. Но учеником остался доволен. На теннисном корте боксер выглядит достаточно уверенно. Но до уровня профессионала ему очень далеко. Приобретенные сегодня навыки Сергей и Влад обещали применять и на тренировках в своих видах спорта. Елена Дидух, Дмитрий Борщ, Киев. Твой дом. На этом у меня пока все. Следующий выпуск новостей смотрите в полдень. А я напоминаю, что страницы телеканала Дом есть в YouTube, Facebook и Instagram. Комментируйте, следите за нами в удобное для вас время. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова